В этом уроке мы рассмотрим, что такое объектно-ориентированное программирование и как использовать его преимущества на языке JavaScript. Одним из самых основных принципов объектно-ориентированного программирования является наследование. Наследование позволяет нам иметь какой-то базовый объект и создавать на его основе другие дочерние объекты, которые будут содержать что-то новое и к тому же будут наследовать у своего родительского объекта какие-то свойства, методы и смогут иметь к ним доступ. Благодаря этому подходу можно очень хорошо расширять свои программы и создавая одни объекты на базе других мы можем максимально эффективно использовать наследование в своих целях. Давайте сейчас создадим какой-нибудь простой объект, например это у нас будет юзер, у которого есть name, пусть здесь будет любое какое-то имя и возраст. Теперь в консоли мы можем вывести этот объект просто введя его имя и мы видим данный объект. У любого объекта существует вот такое свойство proto, мы уже замечали это в предыдущих уроках, но мы не знали что это такое и для чего оно нужно. Мы просто использовали вот эти свойства, которые сами создавали, а что это за неизвестное proto мы даже не задумывались, а сейчас как раз таки настал этот момент. Свойство proto есть у любого объекта и оно указывает на другой объект, который является родительским у данного. То есть что это означает? Если мы здесь развернем этот список, мы видим, что в этом свойстве proto есть еще какой-то набор разных методов. Здесь мы видим буковку f, это функция, но когда функция у нас содержится внутри объекта, она называется методом данного объекта. И таким образом наш объект юзер, который мы создали, по умолчанию наследуется от стандартного объекта, который называется object на JavaScript, и имеет какие-то еще дополнительные методы и доступ к ним. То есть мы сейчас можем из нашего объекта юзер вызвать метод, например, toString с двумя круглыми скобками. Этот метод есть у его прототипа, но тем не менее мы имеем к нему доступ. То есть мы такой метод сами не создавали, но так как наш объект по умолчанию имеет в качестве прототипа объект object, мы имеем доступ к его каким-то методам. Или, например, можем посмотреть еще один метод valueOf, который возвращает нам значение. Вот он данный метод, мы его также не создавали, но благодаря прототипу мы можем им пользоваться. Теперь давайте создадим здесь еще один объект, пусть это будет у нас, например, admin. Укажем, что у него есть какие-то права доступа. Например, 777, не важно сейчас, что это за значение. А в нашем объекте юзер мы можем указать сразу же здесь при создании прото и через двоеточие указать любой объект. Пусть это будет объект admin. Сохраняем. И если мы теперь посмотрим на наш объект юзер, то мы видим, в принципе, те же самые два значения. Разворачиваем его. Смотрим на его прототип. Это также у нас является объектом. И сейчас внутри этого прототипа мы видим вот это свойство rules, которое было унаследовано от нашего объекта admin, так как мы указали его в качестве прототипа для нашего объекта юзера. И обратите внимание, здесь внутри есть еще один прото для нашего админ. И у него уже это обычный стандартный обжект. Это говорит нам о том, что хоть мы и изменили прототип объекта самостоятельно, мы все равно можем получить доступ по цепочке к самому верхнему нашему родительскому объекту. И давайте сейчас в этом убедимся. Например, мы для юзера можем вызвать свойство rules. Оно здесь у меня неправильно написано, но сейчас это не важно. И мы видим, что мы получаем к нему доступ. Хоть и в нашем объекте такого свойства не было, мы его получили от родителя. И также до сих пор у нас работает метод самого основного нашего родителя, который является прототипом для всех объектов. И мы также можем получить к нему доступ. Как вы видите, здесь у нас получилась цепочка наследования. И таким образом мы можем создать один какой-то комплексный объект. После этого создаем другие объекты и указываем им в качестве прототипа наш большой родительский объект. И все эти дочерние объекты смогут иметь доступ к его свойствам и методам. Это и есть принцип наследования. И в JavaScript он работает благодаря прототипам. Теперь давайте рассмотрим тот случай, когда мы хотим создавать объекты по типу юзер. Но нам нужно их делать разными и делать их достаточно в большом количестве. Мы можем создать функцию, назвать ее user и указать здесь параметры name и age. С виду это обычная функция, я назвал ее заглавной буквы. Так делается для того, чтобы отличать обычные функции от конструкторов. Это у нас сейчас функция конструктор. Поэтому мы ее называем с большой буквы для того, чтобы отличать. Она будет работать и с маленькой буквы, но это принятое соглашение для удобства. Так будет удобнее и вам, и тем людям, которые будут с вами работать. И здесь теперь мы можем указать следующее. С помощью слова this мы можем указать, что мы хотим установить для этого объекта. Это какое-то свойство, например, name. И устанавливаем его равным нашему параметру name, который мы будем сами передавать. А для this age мы установим значение age. Давайте вот этот объект удалим сейчас. И теперь мы можем в новую переменную создать объект с помощью данной функции конструктора. Здесь как раз таки мы используем это слово new, которое мы уже пару раз рассматривали в предыдущих уроках. И как раз таки с помощью new мы можем создать объект с помощью функции конструктора. Мы указываем new, название конструктора, это у нас user. И в скобках мы передаем, что мы хотим передать в качестве этих параметров name и age. Указываем здесь какие-то значения. Сохраняем. И теперь посмотрим на этот объект в нашем браузере. Мы видим сейчас, что u1 это объект user, потому что мы создавали его по этому конструктору. У него установлены age и name, которые мы здесь передали в качестве параметров этой функции. И у него также есть прототип. Здесь какой-то конструктор указан. И далее прототип это object. То есть мы также имеем всю цепочку наследования до самого нашего глобального объекта. Также мы можем здесь указать для нашего прото. Мы указываем this proto. Какой-то объект. Это обязательно должен быть объект. Иначе у вас ничего работать не будет и указать прототип не получится. Указываем, например, admin. И теперь каждый объект, который мы будем создавать с помощью этого конструктора, будет наследоваться от админа. Давайте посмотрим на этот объект. Видим, что у него есть прототип. И у него есть это свойство от админа rules.777. И далее уже идет его прототип. И это может продолжаться какое-то количество раз. Теперь с помощью конструктора мы можем создавать несколько объектов. Давайте попробуем это сделать. Мы сейчас с помощью одной вот этой функции, функция конструктор, создали три разных объекта. Мы просто ее вызывали с помощью new user. И в скобках каждый раз передавали разные параметры. И теперь у нас переменные u1, u2 и u3 содержат три объекта user. И у каждого есть свои эти значения name и age. И также каждый из них наследуется от админа. То есть они сейчас все по сути являются админами. Как вы видите, с помощью прототипов можно наследовать какие-то свойства и методы у родительского объекта. А с помощью функции конструктора можно создавать много однотипных объектов. Очень простым образом. Вместо того, чтобы просто создавать эти объекты и всем им разные значения указывать, мы указываем это с помощью new user и передаем в скобках разные параметры. Так же, как мы это делали для даты. То есть мы можем создать много объектов даты с разными какими-то значениями. И у нас создаются объекты для разных даты и времени. Так же и здесь сейчас мы можем с помощью своего собственного конструктора создавать много объектов благодаря вот этому ключевому слову new. Так же у объектов могут быть свои методы. Давайте здесь исправим опечатку в слове и создадим метод для нашего объекта админ. Пусть это будет из админ. Указываем круглые скобки, то есть создаем метод. Метод это не что иное, как обычная функция, но внутри какого-то объекта. И она позволяет нам делать что-то с его свойствами. И здесь давайте просто напишем console.log и укажем здесь например, я админ и мои права добавим с помощью this rules. Таким образом мы сейчас создали метод у объекта админ. Давайте взглянем на любой из наших дочерних объектов и посмотрим, в прототипе появился еще и метод. Он здесь указан в виде f, то есть как бы функция. Вот его название, какие-то свои свойства, его имя. Также у него есть прототип и так далее. Это все здесь имеет большую цепочку. Но благодаря этому мы теперь можем для нашего любого дочернего объекта конструктора user обращаться к этому методу isAdmin и мы видим, что я админ, мои права и здесь указывается это значение. Теперь смотрите, мы вот здесь можем добавить например, значение thisName у нашего админа нету такого свойства name но оно есть у наших дочерних объектов которые мы создаем с помощью конструктора user и здесь будет подставляться их значение name а значение rules будет подставляться от админа и если мы сейчас вызовем для u1 метод isAdmin то мы видим, что я админ Петр, мои права 777 если вызываем для второго то здесь подставляется имя из второго объекта и выводится все остальное это все сейчас может показаться достаточно запутанным но тем не менее можно создавать одни объекты с свойствами и методами и другие и связывая эти объекты с помощью прототипов можно использовать одни и те же методы и при необходимости свойства у разных каких-то объектов также от админа можно унаследоваться и получить, например, объекты модератор или гостевой пользователь и у них указать какие-то свои свойства свои, например, права им изменить и тем самым создать несколько конструкторов с помощью которых можно будет делать разные объекты и в дальнейшем использовать все их свойства методы и те, которые есть у их прототипов чтобы создать метод в конструкторе, а не в объекте мы должны использовать немного другой синтаксис мы указываем с помощью this название метода например, метод, который будет выводить возраст и имя и теперь этот метод также можно использовать у всех этих дочерних объектов u1, u2, u3, которые мы создали мы указываем здесь этот метод myInfo и мы видим, что у него выводится эта информация для второго здесь подставятся его значения для третьего, соответственно, значения этого объекта и так далее сколько бы у нас их не было, они все будут работать универсально благодаря этому методу, который есть в конструкторе и который работает с свойствами данного объекта благодаря слову this для всего, что мы только что рассмотрели на JavaScript существуют и более удобные механизмы это классы давайте сейчас удалим наш объект admin и уберем данный прототип и рассмотрим, что же такое класс и как его создавать и пользоваться им для начала нужно сказать, что класс это шаблон кода который позволяет нам легко создавать объекты примерно так же, как мы это делали с помощью функции конструктор можно написать свой собственный класс и так же с помощью new создавать какие-то объекты и это уже более похоже на классическое программирование где у нас существуют классы и объекты, которые мы создаем являются объектами данного класса изменим здесь function на class то есть теперь это у нас будет класс здесь никаких круглых скобок нам не нужно мы просто создаем фигурные скобки и здесь мы что-то указываем у класса так же может быть конструктор но он уже здесь называется именно так конструктор так же он является обычным методом но должен называться именно так мы указываем у него параметры так же, как мы это делали для всей нашей функции ранее и здесь мы что-то указываем переносим этот код сюда thisName равно name thisH равно age и теперь метод здесь можно объявлять не так а просто указать его название круглые скобки и здесь все, что он будет делать так как мы это рассмотрели для обычного объекта в конструкторе был синтаксис немного другой но в классе синтаксис вот такой вот очень простой мы указываем название метода круглые скобки и все, что он будет делать и таким образом мы сейчас создали класс если мы сохраним и проверим у нас все точно так же работает как и до этого мы создаем с помощью этого класса точно так же мы вызываем конструктор класса с помощью new и создаем объекты с этими значениями такая запись может показаться более понятной и логичной особенно если вы немного знакомы с другими языками программирования где существуют классы в их стандартной форме а не как на джаваскрипте все наследуется благодаря прототипам и с этим мы будем сейчас знакомиться и смотреть какие же дополнительные здесь есть возможности также обратите внимание сейчас у нас в классе есть можно сказать два метода это конструктор это также является методом у нас но специальным у него даже здесь другая подсветка у названия как вы видите и обычный метод у него чуть-чуть другой цвет но тем не менее и то и то у нас является методом вот здесь часто ставят новички запятую как в объекте мы разделяем свойства запятыми но здесь запятая не нужна потому что в классе мы просто указываем эти методы как если бы мы это делали здесь в коде создавали функцию мы бы указывали например точку запятой но ни в коем случае не запятую и так тоже будет работать в принципе здесь после метода можно ставить точку запятой но обычно никто ее не ставит на самом деле класс это разновидность функции при создании класса у нас создается функция с таким названием из метода конструктор у нас берется ее тело а все методы у нас с помощью прототипа наследуются если мы здесь посмотрим какой-нибудь объект созданный по этому классу то мы видим здесь в прототипах класс юзер эти методы здесь появились у нас в прототипах и все их мы можем таким образом использовать это такой обходной способ чтобы сделать более удобный комфортный для работы синтаксис но по сути на более низком уровне все как работало на прототипах так и продолжает работать но нам становится просто удобнее здесь писать код и все это понимать если мы хотим указать для класса какое-то свойство самостоятельно то здесь мы уже не пишем this а просто указываем его название например админ ставим true и теперь у всех наших объектов созданных конструктором класса юзер есть также свойство админ которое установлено true свойства в прототипы не заносятся в отличие от методов и сразу появляются здесь как вы видите в виде свойств а методы все появляются здесь у нас два метода здесь конструктор и myinfo сейчас они у нас доступны через прототип и таким образом теперь мы можем также указывать и свойства в классе и методы давайте сейчас уберем это свойство админ здесь укажем в конструкторе дополнительно свойство админ по умолчанию оно у нас будет false мы указываем равно false это означает что если мы не укажем его то по умолчанию значение подставится false но если же мы что-то сами напишем то мы здесь указываем что this admin должно равняться этому значению из конструктора теперь смотрите если мы посмотрим на наш какой-нибудь объект мы видим что у них админ у всех установлено false но если мы для какого-то передадим здесь третьим параметром true то он подставится в админ и изменится на true а для всех остальных он будет по умолчанию равен false также здесь можно вывести эту информацию например я админ и сделаем это в случае если this admin равно true можно здесь также указать slashn чтобы это выводить с новой строки и давайте сейчас попробуем например для u1 мы вызовем метод myinfo для u1 и видим информацию здесь конечно не совсем корректное склонение у нас можно написать просто здесь мой возраст и например через двоеточие указать но нас сейчас интересует не правильность написания каких-то слов а именно как вообще все здесь устроено поэтому мы сейчас попробуем вызвать для u2 теперь этот метод и видим что выводится первая строка и так как у нас this admin равно true выводится еще и эта строка в принципе slashn здесь не нужен и все выводится и без него теперь давайте создадим новый класс пусть он называется модератор и укажем у него какой-нибудь метод пусть это будет addPost и здесь просто будем выводить какой-то текст сейчас мы рассматриваем все на достаточно простых примерах но главное понять как устроены классы и как можно с ними работать и уже потом можно переносить все эти знания на более сложные примеры теперь мы хотим наш класс модератор унаследовать от класса user для этого здесь можно написать extends user и наш модератор будет наследоваться от данного класса что это означает теперь мы можем создавать например модератора с помощью new модератор хоть и у него не было своего конструктора благодаря наследованию он может использовать конструктор своего родителя класса user и это означает что у него точно такой же конструктор мы можем указать здесь любые значения какие хотим и после этого у нашего модератора имеются все те же свойства которые были и у класса user благодаря тому что мы унаследовались и использовали конструктор его родительского класса также в прототипе доступны его метод addPost у модератора а через еще один прототип мы можем обратиться к этому методу myInfo который есть у родителя и также к его конструктору как мы уже и сделали вот в этой строке поэтому теперь мы можем например вызвать m1 myInfo и это у нас будет работать метод myInfo берется из родительского класса и применяется к нашему объекту модератор но также у него есть и свои какие-то методы например addPost и мы видим что он также работает и с помощью классов наследование становится немного удобнее чем с помощью прототипов мы просто указываем от какого класса хотим унаследовать данный и здесь у нас все происходит автоматически то есть точно так же у нас здесь все по прототипам присваивается и мы можем с помощью этой цепочки прототипов от самого дочернего элемента достучаться до свойств и методов всех его родительских элементов если мы хотим изменить какой-то метод в дочернем классе например метод myInfo мы здесь можем его заново указать и он он уже будет для этого класса применяться свой собственный метод если он здесь у нас указан если его нет он будет искаться у родителя и так далее это будет идти под цепочки прототипов то есть например здесь мы можем изменить это тело и указать что например я модератор для класса user как вы видите мы получаем я админ а для модератора мы получаем я модератор потому что мы изменили этот метод но если мы хотим его не изменить а дополнить что мы можем сделать мы можем здесь выполнить сначала наш родительский метод мы указываем супер точка и название метода он так и называется у нас myinfo мы его указываем и вызовется метод myinfo у родителя а после этого например мы выведем еще строку что я модератор и давайте посмотрим на результат мы видим что выводится я админ и модератор одновременно конечно может ситуация не совсем корректная из жизни но тем не менее мы сначала выполнили родительский метод а потом дополнили какими-то своими действиями дополнительно здесь в этом классе и выполнили еще что-то определенное в таком же методе с конструкторами все обстоит примерно так же давайте попробуем сейчас здесь переопределить конструктор скопируем этот конструктор и в нашем дочернем классе его здесь добавим и укажем здесь какое-нибудь дополнительное поле например модератор и установим его по умолчанию значение true и здесь так же попробуем его установить и после этого когда мы создаем объект класса модератор мы сразу же видим вот такую ошибку это происходит потому что мы должны обязательно вызвать с помощью супер конструктор родительского класса то есть здесь мы должны написать таким образом мы указываем супер помним что у родительского класса здесь было три параметра после этого все вот эти ZIS нам уже не нужны они будут выполняться здесь в родительском конструкторе а нам нужно только дополнительное новое свойство которое мы здесь задаем конкретно для этого объекта теперь мы сохраняем и можем посмотреть для M1 админ по умолчанию установилась false а модер установилась в true давайте вот здесь не укажем false и теперь у нас уже все корректно работает так как мы в конструкторе здесь передавали true у нас этот админ подставляется сюда и вызывается если мы здесь его не передадим то мы видим что админ false модер true у нас и таким образом мы вызываем родительский конструктор здесь а уже после этого делаем что-то дополнительное что будет присуще только конкретному этому классу с помощью ключевого слова static можно создавать статические методы мы указываем перед нашим методом слово static и такой метод как вы видите недоступен у объекта конкретного но он доступен у самого класса то есть наш класс называется модератор и у него есть уже этот метод addPost как вы видите то есть статические методы позволяют делать что-то не с конкретным объектом а в общем какой-то функционал который доступен из класса это напоминает нам что-то вроде библиотеки Math которую мы использовали в которой есть свои вот эти вот методы и они делают что-то конкретное Math это у нас класс и через точку можно вызвать какие-то его методы и примерно такой же аналог мы сейчас создали с помощью статического метода также можно указывать и статические свойства класса это делается с помощью этого же ключевого слова static указывается какое-то свойство и это статическое свойство доступно нам также через точку но уже без круглых скобок как вы видите а для самого объекта мы не имеем этого свойства потому что оно у нас указано как статическое так же как и методы статические свойства работают именно конкретно с самим классом а не с его объектами и это также может быть полезно и можно использовать в определенных ситуациях теперь давайте немного попрактикуемся с работой с классами создадим класс человек открываем фигурные скобки и для начала создаем конструктор чтобы было удобно делать нам новые объекты данного класса у конструктора пусть у нас будет FIO день рождения номера телефонов их может быть несколько и например комната где он живет так же к этим методам класса можно писать документацию с помощью JS док и мы сейчас укажем для нашего конструктора все эти параметры их описание и типы данных чтобы мы все видели здесь при создании объекта то есть теперь если мы будем пытаться создать объект давайте вот здесь создадим с помощью new people мы сразу же будем видеть описание конструктора данного класса как вы видите здесь появляется подсказка все эти типы данных указаны и все что мы указали здесь в описании этих параметров и мы можем очень удобно и легко посмотреть что требуется ввести в конструктор указать здесь в скобках эти значения также они вот тут отображаются у нас сейчас с подсказками и создать нужный нам объект как вы видите первый параметр мы сейчас здесь должны вводить в скобках и у нас написано все что касается именно этого параметра вот здесь по формату фамилия имя отчество класс человек указан вот здесь мы можем указать здесь после этого мы ставим запятую и видим что следующий параметр нам нужно ввести день рождения по такому вот формату указываем далее опять ставим запятую номер если больше двух номеров то по формату номер запятая и следующий номер то есть мы в кавычках просто указываем несколько номеров через запятую и сейчас вы уже поймете для чего мы это делаем и последний параметр комната это просто у нас число поэтому мы здесь указываем номер какой-то комнаты сейчас это абсолютно не важно главное нам посмотреть как можно здесь все создавать теперь давайте напишем наш конструктор это будет самое основное чтобы создать корректный объект здесь мы уже будем не просто присваивать в ZIS FIO наше FIO а сделаем чуть-чуть посложнее для начала мы сделаем let name создадим переменную так как это обычная функция по своей сути можно создавать здесь все что и в обычных функциях поэтому мы здесь можем сделать переменную перевести все это в нижний регистр и с помощью SPLIT через пробел разделить все эти элементы так как у нас здесь фамилия имя отчество отделяется через пробел мы в кавычках указываем здесь один пробел теперь создадим здесь this name это у нас будет объект и для каждого его элемента мы сейчас их создадим здесь name F мы установим отдельно фамилию отдельно имя и отдельно отчество мы поступим следующим образом мы укажем нашу переменную name в которой сейчас у нас хранится массив под нулевым индексом у нас будет фамилия еще раз под нулевым индексом будет первый символ этой фамилии мы должны превратить его в верхний регистр поэтому мы указываем to uppercase и после этого добавляем name 0 slice 1 то есть получить все остальное с первого индекса и таким образом мы превратим нижний регистр в вот такую вот запись если здесь вдруг будет введено что-то некорректно например здесь может быть введено все разным регистром вот так вот мы с помощью вот этой строки в значение f запишем фамилию которая уже будет приведена к нормальному типу таким образом мы дополнительно здесь исключим возможности некорректного ввода в конструкторе и копируем еще два раза эту строку здесь меняем на имя пусть будет i и отчество также поставим здесь символ o указываем здесь 1 и 2 так как имя у нас будет храниться под первым индексом а отчество под вторым вот в этом нашем массиве name и делаем то же самое только вот здесь указываем name1 name2 и теперь мы фамилию и имя отчество преобразовали в нормальный вид и поместили в this name по отдельности фамилия имя и отчество будет отдельными ключами этого объекта теперь сделаем примерно то же самое для дня рождения пусть будет переменная у нас называться date берем ее вот отсюда и через точку мы разделяем это также на массив через точку потому что дата у нас здесь записана в таком формате и также создаем this date пустой объект для начала и каждый компонент будем помещать отдельно день месяц и год мы будем помещать в отдельные свойства вот этого составного объекта date мы указываем this date d равно и делаем с помощью плюса конвертацию к числу date 0 два раза копируем указываем здесь месяц здесь год и меняем индекс 1 2 то есть нулевой индекс у нас это число запишется в день первый индекс запишется в месяц и второй индекс это у нас год записывается в date y это у нас будет год теперь давайте поработаем с номерами телефонов мы их с помощью split разделим через запятую пробел так как мы здесь указывали в конструкторе что формат у нас должен быть номер телефона запятая пробел следующий номер телефона и так далее здесь уже мы создадим this numbers массивом а не объектом потому что номера телефонов нам удобнее будет хранить просто под индексами и сделаем цикл от нуля до длины этого массива нашего где сейчас номера телефонов то есть если сейчас мы передали три номера будет делаться от нуля до трех если мы укажем два то от нуля до двух и i увеличиваем на один теперь this numbers мы используем метод push так как это массив и передаем здесь phone с индексом i и заносим туда текущий номер телефона из вот этого массива это все можно было сделать намного проще мы могли здесь сразу указать this numbers и сразу же сюда с помощью split поместить разбитую нашу строку на отдельные элементы массива и как вы видите всего лишь в одну строку мы сейчас преобразовали наш предыдущий код но тем не менее было полезно посмотреть как это можно сделать двумя способами теперь здесь создадим нашу комнату this room равно так же с помощью плюсика мы ее приводим к числу и указываем здесь вот это значение room из нашего конструктора и вот здесь вы видите сейчас более светлый текст у numbers потому что мы его нигде не используем вот здесь нам нужно указать numbers и тогда у нас здесь в конструкторе все сразу нормально подсвечивается и мы уже видим что ошибки у нас не будет теперь сохраним видим сейчас в консоли ошибку связанную с вот этой строкой где у нас был метод to lowercase посмотрим и видим что здесь у нас нету круглых скобок у метода они обязательно должны быть и теперь никаких ошибок у нас нет мы мы создали объект people с помощью конструктора данного класса и давайте посмотрим сейчас как он выглядит разворачиваем весь наш объект и видим что date у нас это также дополнительно еще и объект который состоит из отдельных компонентов дня месяца и года который мы преобразовали к числу из строки как вы видите с помощью плюсика также name у нас отдельное это фамилия имя и отчество в нормальном виде даже несмотря на то что мы здесь в конструкторе могли передавать какой-то некорректный регистр указывать например первую букву маленькой здесь у нас в конструкторе все преобразовалось и записалось в нормальном виде также numbers это у нас массив все эти номера которые были в строке переданы через запятую сейчас у нас находятся в массиве под своими индексами и мы можем с ними удобно работать и комната у нас это просто такое вот число как вы видите мы создали достаточно сложный объект с помощью вот этого класса и здесь в конструкторе у нас присутствуют и дополнительные какие-то обработки а не просто присвоение параметров конструктора нашему объекту в качестве каких-то ключей теперь давайте создадим несколько методов в данном классе чтобы можно было создать здесь дополнительный функционал сейчас здесь я поместил статическое свойство для класса это у нас месяца в массиве они содержатся в правильном склонении в виде текстовых значений и описание метода который мы сейчас будем писать метод просто у нас будет выводить фамилию в виде такой вот строки давайте создадим метод мы пишем здесь getFio указали просто название метода круглые скобки и можем писать сам метод давайте метод будет у нас с помощью return возвращать значение this name укажем здесь такие обратные кавычки чтобы здесь мы могли сразу через пробел все указывать и не использовать конкатенацию копируем и через пробел еще раз здесь все это указываем только здесь нам нужно изменить эти значения мы будем выводить фамилию плюс имя плюс отчество вот такой вот простой метод также у этого метода есть простенькая документация как вы видите с помощью вот этих комментариев и теперь если мы здесь например для нашего people1. попробуем этот метод вызвать мы видим описание этого метода можем его вызвать и этот результат у нас будет возвращен поэтому мы можем его вывести например в консоль или записать в какую-то переменную и мы видим что этот результат у нас получен выведен в консоль и здесь также можно это все использовать ставим get fill и получаем в результате эту строку для данного объекта если мы создадим здесь другой какой-то объект создали здесь сейчас второй объект и вызываем тот же самый метод для него и видим что для каждого объекта этот метод возвращает свой собственный результат второй объект у нас сейчас выглядит таким образом а наш первый выглядит так как мы его уже до этого посмотрели создали и все это делается с помощью конструктора класса теперь давайте сделаем метод который будет возвращать день рождения пользователя конкретного нашего объекта также здесь я сделал простенькую документацию и теперь пишем сам метод указали название здесь также с помощью return просто вернем какую-то строку можно здесь сделать не обязательно возврат какого-то значения но так как у нас метод get он обычно предполагает получение какого-то значения то есть мы можем для объекта получить с помощью метода это значение и использовать его в каких-то ситуациях теперь мы здесь указываем переменную сначала указываем день через пробел мы указываем месяц и еще через пробел год но месяц мы хотим вывести не в виде числа как мы здесь указывали а в виде названия месяца и чтобы это сделать мы здесь напишем следующее мы используем наш класс его статический метод months который мы вот здесь создали это месяц в квадратных скобках у него укажем индекс индекс будет следующий this date m то есть месяц минус 1 так как у нас здесь индексы начинаются с нуля месяц у нас например будет первый это у нас январь поэтому мы минус единицу здесь добавляем и получаем тот самый наш январь если мы укажем декабрь 12 то здесь у него индекс 11 я думаю здесь логика понятна таким образом мы получим отсюда корректное название месяца теперь сохраняем и смотрим что мы можем сделать например для people1 мы делаем get birthday и получаем день рождения в нормальном виде без месяца а уже здесь строка она подставляется из вот этого нашего статического свойства или например получить можем это для второго и это будет работать для любого объекта созданного по этому шаблону созданного конструктором данного класса как вы видите все предельно просто мы пишем какие-то методы и они делают определенные действия уже выводят не просто то же самое что мы в конструкторе указали а например немного преобразовав давайте создадим еще один метод который будет выводить строку фамилия имя отчества через нижнее подчеркивание точка и какое-то расширение например jpeg png это можно использовать для того чтобы генерировать путь к изображению в нужном нам формате по например имени отчеству и фамилии если у нас есть изображение для вот этих всех пользователей которые указаны в таком вот формате то мы можем сделать метод который будет получать эту строку давайте здесь напишем название метода сделаем get emg src и здесь также напишем одну единственную строку с помощью return скопируем из получения имени вот здесь вместо пробелов укажем нижнее подчеркивание в конце ставим точку и указываем вот этот параметр extensions сначала здесь его нужно указать у метода в круглых скобках а потом его нужно указать здесь также для него используем доллар и фигурные скобки и получаем вот такую вот строку в результате давайте сохраним и посмотрим как это работает мы можем использовать этот метод get и mgsrc здесь передать формат самостоятельно и мы получаем строку вот в таком формате если мы здесь передадим другой какой-то формат то видим в результате такую строку и думаю здесь логика понятна и как вообще это все устроено и теперь мы для любого объекта можем получать название его изображения зная конкретный формат и напишем еще один метод для того чтобы выводить номера телефонов у него будет один параметр all numbers если мы его будем передавать в true то будут выводиться все номера если false только первый номер из всех доступных номеров у этого объекта документацию мы вот указали создаем сам метод и сразу же в условии мы проверяем этот параметр называем его здесь all numbers указываем его если здесь не проверять равен ли он true то автоматически этот if будет выполняться именно в том случае если этот параметр у нас true то есть здесь можно писать просто его название без вот такой дополнительной записи и это будет то же самое теперь здесь мы делаем return this numbers и с помощью join мы их соединяем в строку таким вот разделителем и в итоге получим то же что у нас было при входе здесь из конструктора а если у нас здесь else укажем в противном случае мы будем возвращать this numbers под нулевым индексом то есть наш первый номер телефона и давайте дополнительно еще укажем вот здесь проверку если длина нашего массива с номерами равна нулю или наш нулевой элемент то есть наш первый номер его длина равна нулю то есть у нас может быть такая ситуация что мы передали здесь пустую строку не указали никакой номер и тогда здесь вообще номеров нету и мы должны этот случай проверить если так получилось что у нас никаких номеров нету и даже первый номер тоже пустой то мы указываем return например undefined то есть вернем неизвестное значение и давайте попробуем здесь передать пустую какую-нибудь строку и теперь для people2 попробуем вывести номер мы видим undefined потому что номеров у него никаких нету также дополнительно можно сделать вот здесь numbers по умолчанию пустая строка и room можно по умолчанию также сделать пустой строкой чтобы эти были у нас значения необязательные для ввода если мы их не введем здесь будет у нас как раз таки та самая пустая строка подставляться то есть теперь мы можем даже их не вводить вот здесь и если мы посмотрим на этот объект то мы видим номера это у нас пустой массив а комната это у нас число 0 потому что мы эти параметры не указали и они по умолчанию из конструктора у нас сделались равными таким значением и в таком случае если мы попробуем например получить номера мы видим undefined но если мы пытаемся получить номера для нашего объекта у которого есть номера то мы получаем первый номер если скобки здесь у нас без параметра и если мы укажем здесь true то мы получаем все его номера как вы видите метод у нас тоже корректно работает и делает то что было задумано сейчас мы написали около 70 строк кода создали такой вот класс в котором есть у нас конструктор не самый простой также здесь есть статическое свойство и 4 метода мы здесь дополнительных создали которые делают те или иные действия некоторые из них даже имеют свои параметры и в зависимости от этого принимают какие-то решения и код у нас может выполниться либо например вот этот либо этот либо в данном случае еще и третий вариант может присутствовать то есть мы здесь максимально все проверили весь ввод пользователя сделали какие-то поля по умолчанию чтобы все наши методы корректно работали и объект был максимально правильным тема объектно ориентированного программирования очень сложна к пониманию и сразу конечно могут быть какие-то трудности не все понятно не все кажется логичным но постепенно с практикой все эти знания будут уже укладываться в нужном порядке в вашей голове и вы уже будете свободно манипулировать всеми этими знаниями которые сейчас получили